Бизнесмен Александр Ярославский может вернуть в свою собственность футбольный клуб «Металист». На брифинге экономического форума, который проходил в Харькове, Ярославский ответил, что планирует снова стать президентом футбольного клуба. Он стал владельцем «Металистов» в 2006 году. За это время команда поднялась из первой лиги и шесть раз подряд становилась бронзовым призером чемпионата. Сейчас «Металист» занимает в таблице восьмое место. Здравствуйте! Это «Спортивный интерес». Только главное событие харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Бадминтон. Харьков принял первый в сезоне турнир европейской серии «Интернешнл». Теннис. Выступление харьковчан на открытом чемпионате США. Легкая атлетика. Богдан Бондаренко. Второй швейцарском финале бриллиантовой лиги. Волейбол. Локомотив-победитель предсезонного турнира «Кубок Льва». Футбол. В матче лидеров первой лиги зафиксирована боевая ничья. Хэквондо ВТФ. Турнир «Харьковская битва» показал Украине, что такое бои ТК-5. Греко-римская борьба. Дмитрий Тимченко. Бронзовый призер чемпионата мира в Лас-Вегасе. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор показа Инвеститина. Группа ДИЭЙДИ. На чемпионате Украины по бадминтону среди 16-летних спортсменов харьковчанка Валерия Рудакова выиграла одиночный разряд. В финале ученица Натальи Головкиной и Евгения Почтарева на 12-17 переиграла хозяйку Днепропетровских кортов Евгению Поксютову. В паре с Анастасией Прозоровой Рудакова заняла второе место. Кроме того, Иван Мединский и Кирилл Щур стали вторыми в паре. Михаил Махновский и Прозорова в миксте. Во дворце спорта Локомотив состоялся первый сезон и турнир по бадминтону европейской серии Интернешнл. Для Украины это знаковое событие. Соревнований такого масштаба, да еще и ежегодных, у нас в стране немного. Впервые за 7 лет нас почтили вниманием тайландские мастера ракетки. Они сыграли в финалах всех категорий, где были заявлены. Мужская пара Бодин и Сара Нипетфон Пуанг Пуапеч в двух геймах переиграли польский дуэт Адам Цвалина и Пшемислав Ваха. Женский тандем, дай бог выговорить, Джоканфан Китти Харакул и Равинда Прайон Ги Ай также за две партии справились с англичанками Хитер Олвер и Лорен Смит. А в финале одиночного разряда Чучувонг Порн Пави уступила немке белорусского происхождения Ольге Конан 16 и 10. Мы рады, что приехали сюда и поучаствовали в этом турнире. Понятно, что азиатская школа сильнейшая в мире, но некоторые европейские игроки тоже показывают достаточно высокий уровень понимания бадминтона. Было несколько таких матчей, в которых шансы на победу у моих ребят были 50 на 50, и победить помогло только весеннее. В финале смешанной пары опыт играл против еще большего опыта. В итоге победу праздновали чемпионы Европы 2012 года, польские бадминтонисты, 39-летний Роберт Матеусяк и 31-летняя Надежда Зеба. В главном матче они два раза по 21-14 обыграли первых сеянных французов – Гаэтан Миттельхайсера и Одри Фонтейн. С индусами играли на последнем турнире и тоже выиграли в двух партиях. Так что мы с такой надеждой, что сегодня тоже получится. Так что пока что хорошо. Постепенно возвращаемся, у нас был долгий перерыв и пока очень довольны. Мы впервые на Харьковском турнире и, честно говоря, находимся в шоке. Такого высокого уровня организации мы не ожидали. Гостиница, зал, все условия выше похвал. А особенно приятно нас удивило то, что здешние трибуны за нас болеют. В общем, нам здесь все очень понравилось. Украинские бадминтонисты на домашнем турнире довольствовались участием в полуфиналах. В том же миксте харьковчанин Геннадий Натаров и Юлия Казаринова из Николаева в полуфинале сошлись как раз с французским тандемом. С ними же они играли за выход четыре на европейских играх в Баку и тогда уступили в трех геймах. А теперь борьба получилась только в первой партии, которую украинцы проиграли на 16. Во второй они не вышли из восьми. Против лома приема нет. Нужно ковать свой лом. Более жесткий. Вина в этом всем была наша. Где-то недоработали. Возможно, расслабились. Очень сложный был сезон прошлый. Много было подготовок, поездок, европейские игры. Возможно, просто дали себе слабинку и уже к началу сезона просто не смогли собраться. Если эти провалы против предыдущих наших соперников еще можно было, но не избежать. После провала восстановиться и выиграть. То против такого уровня игроков это непростимо, скажем так. В женской паре харьковчанка Елизавета Жаркая и Наталья Войцех из Днепропетровска до полуфинальной стадии встречались только с соотечественницами и проблем с ними не имели. Да и начало встречи против англичанок тоже прошло при преимуществе наших девушек. Они брали силой удара, англичанки отвечали вышкаленной тактикой, перекрывая все зоны от падения валана в площадку. Такая игра оказалась эффективней. Оба гейма на площадке шел равный в смысле счета бадминтон, но в решающие моменты именно английская школа взяла свое. В обеих партиях британки оказались чуть сильнее. Дважды по 21-19. У них немножко может больше опыта выступления, наверное, на международной арене. И как первые номера посел, у них чуть больше уверенности было, потому что мы все-таки никакими не расставлялись и выходили так. А вот там повезет, зацепимся, они уже выходили выигрывать. И, наверное, это в концовке им прибавило чуть-чуть уверенности и сил, потому что обе партии по 19 очков с разрывом в 2 очка очень обидно. Но они оказались сегодня сильнее. Не менее зрелищным получился и полуфинал женской одиночки, в котором первая ракетка страны Мария Улитина из Днепропетровска встретилась с упомянутой выше Тайланкой. Правда, интересно было только с середины второго гейма первый гостья выиграла в чистую плюс 10. После смены сторон Улитина временами демонстрировала просто фантастический бадминтон, но стабильность соперницы оказалась выгоднее внезапных озарений. Мария проиграла на тайбрейке. Азиаты всегда удивляют. У них немножко другая психология, совершенно спокойно, без эмоций. И ничем их не проймешь. А так ничего особенного, просто меньше ошибок, чем обычно у европейцев. В мужской паре украинцы вылетели на стадии четвертьфинала тоже и в одиночном разряде. Харьковчанин Дмитрий Завадский в одной четвертой проиграл французу Лукасу Корви. Победителем категории стал завсегдатой харьковского турнира швед Хенри Хурскайнин. Возможно, результаты украинцев могли быть лучше. Но нужно сделать поправку на бытовые трудности, которые сопровождают весь отечественный спорт. А также на странности в работе Украинской Федерации бадминтона. О высоком потенциале тех же харьковчан свидетельствует хотя бы такая история. Наш Артем Почтарев конец апреля и начало мая провел в Словении и работал спаррингом с Утрашей, которого он натаскивал. И Утраша, когда посмотрел жеребьевку, он взял билеты на сегодня на вечер. Он знал, что он идет через Артема. Но видите, так свожилось, что Артем проиграл в первом туре, а Исток вот сейчас играет за выход в финал. Победителей призеров харьковского турнира «Интернешнл» награждал председатель областной администрации Игорь Райнин. Лидеры украинского мужского тенниса харьковчанин Сергей Стаховский и киевлянин Александр Долгополов не смогут помочь сборной Украины в матче Кубка Дэвиса против Литвы. У Долгополова травма локтя Стаховский причину не назвал, но напомнил, что беспристрастно защищал цвета сборной 11 лет. В поединке против Литвы определится, какая из команд продолжит борьбу за выживание в первой группе евроафриканской зоны. Теннисисты, имеющие харьковскую резиденцию, сыграли на открытом чемпионате США, последнем из турниров большого шлема в сезоне. Первая ракетка Украины Элина Светолина сеялась на турнире 17-й и в первом раунде за два сета выбила россиянку Елизавету Куличкову. В матче второго круга тоже чуть больше, чем за час харьковчанка обыграла экс-15-ю ракетку мира Каю Канепи из Эстонии 6-3-6-4 и таким образом впервые в карьере вышла в третий раунд US Open. Там ее остановила Екатерина Макарова. Первый сет она взяла на 6-3, а во втором Светолина отыгралась с 1-3, затем повела 5-4, но не реализовала сетбол на подаче соперницы, проиграв в итоге 5-7. Сергей Стаховский сначала в четырех партиях был сильнее австралийца Джона Миллмана, во втором круге также за четыре сета переиграл соотечественника Илью Марченко, но в третьем раунде уступил французу Жолвил Фреду Цанга 3-6-5-7-2-6. Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко сразу после пекинского чемпионата мира выступил на первом из двух финальных этапов в легкоатлетической бриллиантовой лиге. Соперники были те же, что и в столице Китая. Чемпион мира канадец Дерек Дрюин, правда, закончил и рано, на отметке 2-19. Бондаренко, Катарис Мута с Баршим и китаец Джон Гвей взяли по 2-30, причем по попыткам Богдан лидировал, но высота 2-32 покорилась только Баршиму, который и стал победителем лиги. Бондаренко попробовал 2-32, не получилось и перенес попытки на 2-34, на которых планка тоже упала. Богдан в итоге занял второе место, еще один украинец Андрей Проценко четвертое. После этого Бондаренко успел выиграть турнир в итальянском Раверетто. Победная высота 2-31. В Андорском Волнорде завершился чемпионат мира по маунтинбайку, в котором поучаствовала харьковчанка Ирина Попова. В скоростной дисциплине элиминатор подопечная Романа Коробова заняла высокое 11-е место и заработала 20 очков в олимпийскую копилку сборной Украины. Выиграла элиминатор швейцарка Линда Индергант. В олимпийском кросс-кантре Попова финишировала 34-я, обогнав на одну позицию Наталью Крампец из Тернополя и получив 41 зачетный балл. Бронзовую медаль чемпионата мира выиграла лучанка Яна Беломойна. Это первая ее награда во взрослой возрастной категории. От победительницы, француженки Паулин Прево, Беломойна отстала на полторы минуты. Для полноты картины скажу, что Андорская трасса располагалась на высоте под 2000 метров. Спонсор по указу Инвеститина группа ДИЭЙДИ. Игроки харьковского волейбольного локомотива Олег Плотницкий и Илья Ковалев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по пляжному волейболу среди 20-летних. Турнир прошел на Кипре в Ларнаке. В бронзовом финале харьковчане победили финский дуэт Сантери Сирен Миро Маатайнин. Счет 21-17, 21-13. В прошлом году украинская пара была серебряным призером юношеского чемпионата мира. Многократный чемпион Украины по волейболу Харьковский локомотив продолжает подготовку к новому сезону посредством международных матчей. Во Львове подопечные Юрия Филипова приняли участие в Кубке Льва. Харьковчане начали турнир с уверенной трехсетовой победы над румынским клубом Пятра Нямс. Вообще групповая стадия предполагала, что игра будет длиться три партии, поэтому хозяев площадки и польского Слепска Локомотив выиграл 2-1, а другой польской команде Кампер Вышков 1-2 проиграл. Таким образом матчи за первое место сошлись опять-таки Локомотив и Барком. Это была полноценная битва длиной в пять сетов, три из которых совершились на тайбрейке. В четвертой партии хозяева не реализовали два матчбола и харьковчане перевели игру в золотой сет 26-24. Там тоже игра шла очко в очко и только в самой концовке два балла от капитана Локомотива Владимира Татаринцева принесли его команде победу 15-13. Фудзальный Локомотив в статусе трехкратного чемпиона страны начал новый сезон в Херсоне против дебютанта экстралиги Продексима. Впрочем, в составе хозяев случайных людей не было, но сыграться им еще нужно. Судьба матча решилась еще до перерыва, когда по голу в ворота хозяев забили Евгений Рогачев, Дмитрий Бондарь, Александр Сорокин и Денис Овсянников. После возобновления игры Овсянников оформил дубль, дебютный гол за новую команду провел Петр Шатурма, а Дмитрий Сорокин подвел итог голам Локомотива. У Продексима гол престижа на счету Олега Василенко. 7-1 харьковчане успешно начали сезон и поздравили победой с днем рождения своего главного тренера Евгения Рыбкина. В первой лиге большого футбола в седьмом туре встретились лидеры таблицы – Харьковский Гелиос и вторая команда столичного Динамо. Первый же опасный момент в матче стал голевым для хозяев. Евгений Задоя выполнил удар со штрафного, а Игорь Чередниченко головой переправил мяч ворота. В конце тайма тот же Задоя дал ударить издали Евгению Трояновскому, а вратарь Руслан Зарубин к такому раскладу оказался не готов. После возобновления игры соперники могли изменить счет. Киевляне не использовали вот этот тройной момент, в котором поучаствовали все, кто только мог. Харьковчане использовали дальние удары и стандарты с тем же нулевым результатом. В итоге 1-1. Солнечные набрали 13 пунктов и делят по очкам второе место с Зиркой, Черкасским Днепром и Нефтяником. В Болгарском Пловдиве завершился чемпионат мира по неолимпийской версии Тхэквондо Айтеев. Победителями командного силового теста стали харьковчане Баграт Адамия, Денис Гречишников и Виталий Деревянко. В командном спарринге все они стали серебряными призерами. По итогам турнира сборная Украины заняла второе командное место. В спортклубе Тетра состоялся кадетско-юношеский турнир под Хэквондо ВТФ «Харьковская битва». В его рамках впервые в Украине провели соревнования формата ТК-5. Кстати, и для Тетры это был дебют в деле приема подобных турниров, так что с почином. А ТК-5 это командные бои, каждая стенка состоит из пяти спортсменов разного веса. В первом раунде в течение минуты представители одной весовой категории спаррингуют друг с другом. Во вторые пять минут на усмотрение тренера, но не менее десяти секунд и не более тридцати. Замена обозначается поднятием флага. Легкие спортсмены могут биться с тяжеловесами. Карточек и видеоповторов нет. Зрелище, скажу я вам, потрясающее. Высокий темп, неимоверная динамика и нечеловеческий азарт на Дайанке и за его пределами. Как следствие, фантастическое количество ударов и незабываемые эмоции у всей команды. Мы провели его на обычных жилетах. Вспомнили, как говорится, старую школу, когда еще было. Сейчас же электронная система, и все перестраиваются на тычки. Старая школа, старые удары, старые хвости. Все по-другому, как говорится. Особо подготовки мы тренируемся на будущее, на чемпионаты Украины. И мы готовимся на систему электронную. Поэтому мы не тренировались на этот чемпионат. Среди взрослых победу в формате ТК-5 праздновала первая сборная КДЮШ-2, ведомая старшим тренером кадетской сборной страны Андреем Долгополовым. За нее дрались Родион Скрынник, Никита Компанес, Артем Гайдар, а также два призера недавнего чемпионата мира – Артур Кулида и Александр Дзюба. В младшей возрастной категории лучшей стала команда Алексея и Антона Жеребчевских, также из второй спортивной школы. В составе победителей были Владислав Корчинский, Руслан Малахов, Александр Гололобов, Владислав Абадзинский, Александр Чекалев и Павел Голубков. В финале эти ребята победили сборную Днепра. Конечно, попадаются сильные соперники против тебя. Ну, а ты ниже, а не выше. Ну, а так нечестно немного, конечно. Все равно не надо сдаваться никогда, если против тебя даже сильный соперник выходит, который ты не можешь выиграть и постоянно стремится. Вот на это обращу внимание. При всех неоспоримых плюсах турнира ТК-5 есть в нем один минус, который касается травмоопасности. Нет, не физической. Здесь травматизм не выше, чем в личных соревнованиях. Прежде всего может пострадать психология маленького спортсмена, который волею тренера должен выйти против более тяжелого или высокого соперника. С одной стороны, интересно, потому что ни в каком другом формате они встретиться не могут. С другой, любое поражение в этом возрасте воспринимается болезненно, а исход противостояния со старшим весом предполагает именно это. То есть подходить к ТК-5 нужно аккуратно. Если первый чемпионат мира по взрослым в Мексике уже проводился, то развитие детско-юношеского ТК-5 – повод для тренерских размышлений. Очень интересная программа. Она заводит и детей, и тренеров, и зрителей, всех. Но о перспективах сейчас, мне кажется, говорить слишком рано. Тактически даже спортсмен, который выходит с большей весовой категории, он может отстоять, просто удержать, потянуть время. А вот психологически, если ребенок сломается, понимая, что он выходит против более тяжелого соперника, здесь могут быть проблемы. В личных соревнованиях из Харьковчан яркими медальными выступлениями отметились Константин Стриженко, Архан Пащенко, Ярослав Быхун, Абадзинский и Корчинский. В командном зачете вторая Харьковская спортшкола выиграла, на втором месте полтавчане, на третьем – представители восьмой Харьковской КДЮ и США. Всего в турнире приняли участие 233 цехландиста. Для первого раза – внушительно. Я получил массу удовольствия, честно. Мне самому хотелось, я не знаю, выйти, подраться, потому что это настолько адреналин, ты не только за себя дерешься, ты за команду, вы как одно целое. А кто-то, чтобы никто не сделал никакую ошибку, ну, класс. Все хотят продолжения. Мы надеемся, в следующем году будет больше зал, мы сделаем масштабней. И уже задействуем в юниорах на ТК-5, 5 на 5. Потому что, я считаю, мы провели на достаточно хорошем уровне. Но, конечно же, всегда есть какие-то мелочи, мы будем стремиться их убирать и развиваться в лучшую сторону. Лучшим спортсменом Харьковской битвы специалисты признали Данила Хамермана из Днепра. Лучшей спортсменкой – болтовчанку Карину Бажан. Студентка Харьковского национального юридического университета Марина Черняк выступила на чемпионате мира под дзюдо в столице Казахстана. Выступая в наилегчайшей категории, она только в финале пула уступила японке, победно утешившись против румынской дзюдоистки. В полуфинал Черняк не вышла, проиграв японам кореянки Жонг Бо Ки Йонг. В итоге у Марины пятое итоговое место. В Лас-Вегасе стартовал чемпионат мира по всем видам спортивной борьбы. Во всех них есть харьковские представители. В греко-римской борьбе это серебряный призер европейских игр Дмитрий Тимченко. В весовой категории до 98 килограммов на американский ковер ему пришлось выходить пять раз. Сначала ученик отца и заслуженного тренера Украины Юрия Тимченко сошелся с белорусом Александром Гробовиком и выиграл благодаря контрприему в портере. Эти два балла стали решающими. В схватке с грузином Михелем Кожая оба получили по баллу за активность, но Тимченко в этой очереди был вторым и ничья пошла ему на пользу. В четвертьфинале Украине с заявным преимуществом уступил будущему чемпиону мира Артуру Алексаняну из Армении и перешел в сетку тех, кто утешается и идет к бронзе. И первый же поединок здесь получился драматичным. В первом периоде норвежец Мартин Нильсен ввел два балла, но харьковчанин дважды перевел соперника из стойки в портер и вышел вперед 4-2. За минуту до конца встречи Нильсен вытолкнул Тимченко за ковер и сократил отставание до минимума, правда большего сделать не смог. В бронзовом финале Димитрию оппонировал Румын Ален Циура. Первые два балла Тимченко заработал уже на 30-й секунде, потом пропустил заход за спину и такая ничья была не в пользу харьковского динамовца. Во втором периоде нужно было делать и Димитрий сделал, но для этого тренерам пришлось выбрасывать губку. 4-2 Тимченко обладатель бронзовой медали чемпионата мира и олимпийской лицензии в Рио-де-Жанейро. Воспитанник харьковского клуба тайландского бокса Максимус Роман Крыкля, который сейчас тренируется в Минске, поучаствовал в финале чемпионата мира в боях по правилам ТНА в супертяжелой весовой категории. На пути к главному поединку подопечный Максима Кейко прошел голландского, хорватского и итальянского бойцов, а в финале встретился с камерунцем Даниэлем Лентие. Уже в первом раунде после двух ударов коленом соперник отказался от продолжения боя и Крыкли засчитали победу техническим нокаутом. Он чемпион мира. В Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира по боксу среди юниоров. Харьков там представлял супертяжеловес Дмитрий Галаган. В 1-8 финал он победил раздельным решением судей китайца Мансура Майи Майи Ти. Попасть в призы Галагану не дал хозяин ринга Дмитрий Фоминых. В четвертьфинальном поединке судьи вынесли единогласное, но не единопонятное решение – 3-0. Спонсор по указу – Инвеститина. Группа ДИЭЙДИ. В матче второго этапа регбийной суперлиги Украины Харьковский Олимп на своем поле разгромил киевский Ребелс со счетом 100-0. Матч другой харьковской команды Техаса против Одесского Кредо перенесен на 4 октября. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова